Приезжайте, какими конфетами угощу. Вот как вы зал выстроите там, новое. Так, приедем. К выступлению на чемпионате в Лондоне Ольга готовила программу, насыщенную элементами высшей сложности. Вот, вот, сожми таз больше, напряги, поясницу напряги больше. А еще сильнее, весь можно прыгнуть. И ты сделаешь только на 15-20% усилий. Ну, это уже немножко больше, на 50% усилий сделаю. А ты сделай на все что? Этому новому прыжку пока и название еще не придумали. В упражнениях на берегне наиболее ярко проявляется индивидуальность гимнасток. Вот почему Ринальд Кныш придумал для новой композиции Ольги много новых элементов. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Бруссер один из самых любимых снарядов Ольги. Головокружительный каскад движений порой создает впечатление, что это молниеносная импровизация выдающегося таланта. Молодец Оля, ноги вместе были. Самый лучший кляк нужно за все время сделать сейчас. Потому что сначала, ну смотри, первый был. Так, когда и второй идешь, все равно точно так же надо. Видишь, кажется, можно ноги вместе держать. Ну давай сейчас это сделаешь. Под коленки и кляк, ноги вместе. Да? Последний подход. Видите, у меня мозоли какие. Еще надо почистить. Да там ничего не видно. Сижай, да? Ничего не видно. Ну да, по-моему, я аж красный подчистил. Вообще, по-моему. Надо пензой сводить. Оля, а вот руки сейчас помнила-то. Да. Их пропадет, но только это. А я опять-то ее руки там не видела, где она сделает. Я не видела. Вот эта рука идет сюда. Ну а сделай, сделай. Я не вижу твоих руки. Э. Ну ты ее не напрягай. Побыстрее, да. Да. Так она напрягает урочку. Все. Оль, ну-ка кончик. Там-там. О. Сейчас. Сейчас, Оленька. Ну, начинай, начинай. Делай, делай. Я кончик. Да. Ну, поверни побольше. Пум. Пум. Там-там. Это сюда, а это по прямой. Оля, это сюда, а это по прямой уже. Пум. 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 Ну ладно, а может, это и очень много. Вот этого. Пошла, Эль. Спасибо большое. Больше ничего не будет? Я сегодня очень много снаряд. Ты на меня никогда не оставишь первый снаряд. Это всегда с Рональд Ивановичем все. Все первые пройдешь. А потом уже так до вески сюда. Перед выступлением Ольги Корбут на чемпионате Европы в Лондоне Ринальду Ивановичу все чаще вспоминаются Олимпийские игры в Мюнхене, где его ученица стала кумиром публики, а творческие поиски ее тренера получили подлинно всемирное признание. Все мы с волнением следили за выступлением советских гимнастов. И они оправдали нашу надежду. В острой борьбе с лучшими спортсменками мира звание олимпийской чемпионки завоевала Тамара Лазакович. Абсолютной победительницей гимнастического турнира Олимпиады стала Людмила Турищева. Три золотые медали завоевала 16-летняя Ольга Корбут. Самая запоминающаяся минута после Олимпийских игр, это, наверное, была та минута, когда мы стояли трое, я, Людмила Турищева и Тамара Лазакович на пьедестале почета, когда играл наш, наш гимн Советского Союза. И мы прямо рыдали от счастья, от радости. Это было такое счастье, я даже не могу передать вам. После соревнований мы долго не могли заснуть. Мы не могли вспомнить, как это было, за что нам аплодировали. И намного позже я поняла, что это значит быть олимпийской чемпионкой. Высокие спортивные достижения наших девушек-мастеров гимнастики на Олимпийских играх в Мюнхене были отмечены правительственными наградами. Орден-знак почета был вручен Ольге Корбут, заслуженному мастеру спорта СССР из Гродно. Почти весь город встречал меня. На вокзале играл оркестр. И я только издалека видела своих родителей. Арина Ивановича я вообще не видела. Где он спрятался, не знаю. Когда дошла только к машине, в которой я должна была ехать, у меня были цветы. И я из всей толпы где-то видела его лицо. Я впервые видела счастливым его. Я не знаю почему. Я сразу подбежала, отдала ему цветы. Но как-то я не привыкла к тому, чтобы... Вот мы вообще с ним как-то не привыкли, что вот поздравляем. Потому что у нас как-то... Вот я привыкла смотреть будущее, что я еще не добилась того, что я хотела. После Мюнхенской Олимпиады новых встреч с искусством Ольги Корбута и ее подруг по команде ждали любители гимнастики многих стран. Зарубежное турне советских гимнасток вылилось в подлинный триумф советского спорта. После поездки в Америку там открылось несколько сот новых гимнастических клубов, носящих имя Ольги Корбут. И вот Ольга снова в Гродно. Много делала студентки педагогического института. Нелегко распределять свой рабочий день так, чтобы времени хватало на все. И для занятий в институте, и для тренировок в гимнастическом зале. Алло? Ой, мама, я буду отдыхать, а потом приеду перед тренировкой. Продолжение следует...